Представители прокуратуры, Роспотребнадзора и подрядной организации, которую наняла управляющая компания, прибыли в дом номер 8 по проспекту Гагарина, чтобы воочию убедиться в том, о чем жильцы кричат уже не один месяц. Основная проблема – вода, которая заполнила подвал дома. Специалисты измерили влажность в квартирах, показатели на пределе, но все же в норме. Что будет в теплое время года, когда вода начнет испаряться активнее, остается только догадываться. Вы говорите, мешает ли, как не мешает. Вот зайдешь, пахнет сырым, землей сырой. Мешать-то как не мешает. А болеть-то, головы-то как болят. Следующий многострадальный дом номер 12, второй подъезд. Здесь качество горячей воды, мягко говоря, вызывало сомнения. Вот такой она была в середине февраля, когда наша съемочная группа впервые общалась с жильцами. На тот момент проблеме было полтора месяца. 25 февраля специалисты Роспотребнадзора взяли воду на анализ. Но даже визуально заметно, что того количества примесей, что там было раньше, нет. Да и жильцы уже довольны. Все нормально, вода. Все устраивает. А что случилось-то? Когда вам отремонтировали? Отремонтировали на сколько дней? Дни пять или четырех. На четырех. Четырех поставили. Нормально. Да, сначала песочек-то сколько-то шел. А сейчас вообще чисто. А вчера вообще чисто. Воду на анализ жильцы хотели отдать более двух недель назад. Но по телефону им сказали, что услуга это платная. Специалисты Роспотребнадзора объяснили ситуацию тем, что обращение было не по адресу. Обращений официальных от жителей не поступало. Удалось выяснить, что был телефонный звонок. И, видимо, звонили в ЦЕНГ гены эпидемиологии. Они осуществляют только платные анализы от населения. Если бы они обратились в Роспотребнадзор, жалобу бы зарегистрировали и своевременно отреагировали. По Гагарине 12 вышли, отобрали водичку на лабораторные исследования. В дальнейшем проведем лабораторные исследования и посмотрим качество воды. Как долго будет делаться анализ? В течение трех дней. Своего представителя на момент проверки в доме управляющая компания «Демьянка» направить отказалась. Представитель подрядчика продемонстрировал установленный фильтр, который решил проблему, но от комментариев специалист попросту сбежал. В результате проверки установлено, что на Гагарине 12 управляющей компанией установили фильтр на горячую воду, вода. Ее качество улучшилось, пошла чистая вода. Мы посмотрим, насколько это у нас долго и насколько она соответствует качеству. В той отписке, которую вам посылали, которую мы вместе читали, было сказано, что здесь вины или зона ответственности совершенно не управляющая компания. Почему же управляющая компания все-таки ставит фильтр в первом подъезде, в подвале? Не управляющая компания нам ничего по данному поводу не поясняла, они не могут ничего сказать. С главными инженерами беседовала. Стройсервис также отказывается от комментариев. Но это не отказать по той причине, что мы их письменно не пригласили, поскольку у нас письменно к ним претензий не было, они предпочли не являться. По ГГРН-8 будем все-таки направлять туда организацию, пусть они выясняют причины, делят зону ответственности, надо устранять данную течь.